Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. МЧС России. 25 лет во имя спасения. С наболевшими вопросами – главе курорта. Нет разрешения на торговлю – платите штраф. 27 декабря профессиональный праздник отметили российские спасатели. В этот день, в 1990 году, был создан российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже в МЧС России. В пожарной части города курорты чествовали лучших в профессии. Бравые, как на подбор. Вот такие они – герои нашего курорта, которые в первых рядах спешат на помощь любому, кто окажется в беде. Вот у нас все меньше работы. Как говорится, тем нас вроде бы и не замечают. Но первыми, кто приходит на почту – пожарная охрана. Что бы ни случилось, где бы ни происходили какие-то мероприятия, то ли взрывы, то ли наводнения, первый идет пожарная охрана и спасатели. Поэтому 25 лет МЧС – это большой праздник. За работу на прошлогодних, зимних, олимпийских и паралимпийских играх лучших ребят отметили грамотами президента Российской Федерации Владимира Путина. Доблестные спасатели за трудовые успехи также получили благодарственные письма от краевого управления. Впереди у пожарных и спасателей самые напряженные и ответственные дни – новогодние праздники. Праздничные атрибуты – фейерверки, петарды, бенгальские огни – несут в себе немалую угрозу безопасности. В преддвериях Нового года люди используют пиротехнические средства. Хотелось бы отметить, что пиротехнические изделия должны быть приобретены только в специализированных магазинах. На них должны быть сертификаты. Упаковка не должна быть нарушена. Также лицам, не дыхтишим 14 лет, запускать только в присутствии взрослых. Хотелось бы напомнить, что температура бенгальского огня достигает 1000 градусов по Цельсию. То бишь, может привести к опасным ожогам и также к возгораниям одежды, мебели и тому подобное. С пиротехникой шутки плохи. Пожарные призывают быть особенно внимательными при запуске ракет. Запускайте пиротехнические изделия строго вверх. Не запускайте пиротехнические изделия вблизи машин и строений. Так как ракета, вылетевшая вверх, может залететь либо в окно, либо на чердак помещения, в результате которого произойдет пожар. В связи с понижением дневных и ночных температур воздуха, существует резко возникновение большого количества пожаров. Так как люди начинают пользоваться обогревательными приборами электрическими. Чаще всего электрические приборы самодельного изготовления. Поэтому рекомендуем вам, чтобы электроприборы были заводского исполнения. Также советуем вам, чтобы вы не доверяли топку печей маленьких детям и присмотр за ней. Также не проводили перекал печей, в результате которого может произойти пожар. Чтобы новогодние праздники не были омрачены чрезвычайными происшествиями, анапчане должны соблюдать все необходимые меры предосторожности. В случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации, нужно позвонить по телефону 01 или с сотового телефона 010 и 112. Внимание абонентов природного газа. Нарушение правил безопасной эксплуатации бытовых приборов может привести к отравлению угарным газом, взрыву, пожару. Будьте внимательны и осторожны при пользовании газом в праздничные дни. Не допускайте к приборам детей, не пользуйтесь неисправными газовыми приборами, не оставляйте без присмотра работающие оборудования. При запахе газа звоните по телефону 04 или 040 с сотового телефона. И к другим темам. В последний понедельник уходящего года в администрации традиционно прошел прием главы Анапы по личным вопросам. Сергей Сергеев выслушал обращение, касающееся сферы жилищно-коммунального хозяйства, строительства инженерной инфраструктуры, земельных отношений. Решат Ахмедзянов представляет интересы жителей Анапской, объединившихся в товарищество для строительства распределительного газопровода. К главе Анапы просьба ускорить процесс оформления земельного участка общего пользования под коммуникацией. Ждать до середины января значит терять драгоценное время. Сергей Павлович во время приема дал поручение проверить, что с документацией. Она будет готова в течение двух суток, заверили в управлении имущественных отношений. Надежду Пилипенко к главе города привел конфликт с бывшим супругом. Он препятствует сдаче в эксплуатацию когда-то общего жилья. Сергей Павлович заверил, документы тщательно проверят и дадут ответ, есть ли законные основания для отсрочки в оформлении или нет. Луиза Гусакова и Елена Соболева рассказали Сергею Павловичу о движении волонтера Анапы. Пенсионеры по возрасту, но люди неравнодушные и активные, хотят участвовать в жизни города, помогать в значимых делах. Мэр Анапы подчеркивает, положительная инициатива всегда найдет поддержку, но для получения грантов и любой другой финансовой поддержки мало одного желания. Общественное движение в нашем городе очень развито. Надо или примкнуть, или найти свою нишу. До наступления Нового года остались считанные дни. Цена на елки падает, а желание заработать перед праздниками у нелегальных предпринимателей только повышается. В погоне за прибылью новогодние базары заполоняют трассы и газоны. Специалисты муниципального контроля продолжают мониторинг города и районов, выявляют нелегальные новогодние базары. На прошлой неделе совместно с казаками специалисты муниципального контроля прекратили реализацию новогодних деревьев на пересечении улиц Промышленная Астраханская. Сегодня сразу две точки в селе Супсех, на которых велась нелегальная торговля хвойными деревьями, завершили свою работу. Первый нелегальный елочный базар был организован прямо на въезде в село. Торговля новогодними деревьями велась с обочины. На предпринимателя неоднократно были составлены протоколы за нарушение правил торговли. После очередного нарушения сумма штрафа увеличилась с двух до пяти тысяч рублей. Посчитав, что общее количество вынесенных штрафов превышает возможную прибыль, предприниматель поспешно свернул свою нелегальную деятельность. Еще один большой нелегальный елочный базар был организован возле памятника начала Кавказского хребта. Здесь ели и сосны продавали прямо с земли. С приездом служебной машины администрации предприниматели поспешно загрузили свой товар в грузовик. Однако, чтобы собрать все хвойные деревья в больший груз, реализаторам потребовалось больше часа. Свыше трехсот елей и сосен, привезенных из Пермской области, на этом нелегальном базаре продавали по 400-500 рублей за штуку. На предпринимателя также был составлен протокол об административном правонарушении. За три недели декабря специалистами муниципального контроля составлено более 30 протоколов на нелегальные елочные базары. Проверки города и районов ведутся ежедневно. В преддверии Нового года на Совете атаманов Анапского районного казачьего общества подвели итоги работы и наметили планы на будущий год. Подводя итоги года, в своем выступлении атаман района Валерий Плотников подчеркнул, казачество в Анапе крепнет и неуклонно развивается. В этом году у нас 31 класс. Это 791 учащихся. Это для нас, скажем так, небольшая цифра, но можем больше, можем больше. Я еще раз повторюсь, мы работаем всегда на качество и на первую часть. Была создана казачья Томанская 1-я дивизия Алексея Бескровного. Это наш полк Анапский занял. Наш полк, которым руководил Харьков Андрей Александрович, командир полка, в который входят два района, это Анапский и Крымский, занял первое место. Мы добивались уже многие-многие годы. Курировать работу с казачьим обществом в будущем году будет заместитель главы курорта Сергей Козлов. В своем выступлении он предложил атаманам активно подключаться к работе в рамках призывной кампании. Сегодня, сейчас закончился вот этот призыв, мы сегодняшний день должны уже готовить списки и отдать их устюжать казачам, которые должны пойти служить в казачью дивизию и бригаду. У нас есть ли двери. Есть такая возможность, представляется она. Но для этого нужно, чтобы он был казаком, подготовить все его руки. По итогам работы в течение года наиболее активных казаков и атаманов наградили благодарственными письмами и ценными подарками. Подвели итоги ежегодной спартакиады. В очередной раз кубок победителя у станицы Анапской. Приказом пограничного управления Харунжи Ивана Точи награжден нагрудным знаком – отличник пограничной службы третьей степени. В предстоящие праздничные и предпраздничные дни казаки будут дежурить в усиленном режиме в местах проведения массовых мероприятий. Продолжаем новогоднюю рубрику. Анапчане поздравляют земляков и гостей курорта. С наступающим Новым годом поддерживаем праздничное настроение. Уважаемые жители и гости города курорта Анапы, отделом обзорной деятельности сердечно поздравляет вас всех с наступающим Новым годом 2016. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи, веселья, всего самого хорошего и светлого в этой жизни. Уважаемые жители города курорта Анапы, уважаемые гости города курорта Анапы, также дорогие мои казаки и казачки, от всей души, от всего сердца я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом и со светлым праздником Рождеством Христовым. От души хочу поздравить ваши семьи, вас, пожелать вам здоровья, благополучия, долголетия, спокойствия и всего самого-самого хорошего, что можно пожелать в этой жизни. Да хранит вас Господь Бог! Уходящий год знаменовался у нас очень важными и крупными событиями для нашей фирмы. Мы открыли 2-3 больших торговых комплекса, подобно тому, который вы видите сейчас, по которому, возможно, вы уже прошли. Более того, хочу сказать, что фитофарм идет в ногу со временем. В декабре месяце состоялся очень крупный форум в Москве, на котором были озвучены перспективы развития фармации вообще. И я думаю, что мы на правильном пути, открывая такие большие торговые центры, которые вмещают в себя не только медикаменты, косметику, а также ортопедию, медтехнику и шикарные магазины детских товаров. Подобных центров в 2015 году мы открыли 3, 1 в Анапе и 2 в Славянске на Кубани. В перспективах у нас тоже открытие больших центров именно такого формата, где работают 4-5 касс одновременно и где работают специалисты очень высокого класса. В преддверии Нового года хотелось бы поздравить всех жителей и гостей Анапы с этим великим праздником, пожелать каждой семье здоровья, счастья и благополучия. А завершит выпуск прогноз погоды. Во вторник, 29 декабря, в Анапе пасмурно, небольшой дождь и снег. Температура воздуха днем плюс 4,7 градусов, ночью от нуля до десяти. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Спешите только до 31 декабря 2015 года. «Меркурий-2» проводит акцию «Снежная». Квартиры с видом на море со снежной скидкой – 1000 рублей с квадратного метра. В «Снежной» акции участвуют квартиры с девятого этажа и выше. Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин